здравствуйте уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на чистоте 15 90 м на нашем веб-сайте radio nc.com ну и конечно же на нашем youtube канале здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели на выходим в праздничный день но прекрасно понимаю что в нынешних условиях настроение далеко не праздничная поэтому я вас конечно поздравляю но все мы понимаем что обстановка не очень хорош да и у меня тем более на душе как-то вот сообщение получил от своего друга о том что выходные дни скоропостижно ушел из жизни основатель одесского фонда мира влад портной мы выражаем наши искренние соболезнования родителям ларисе юрьев а также супруги и с детям влада что касается праздника действительно какой-то ну я вспоминаю во время моей бытность проживания в советском союзе как-то у меня он не вызывал никаких против противоречивых ощущений то есть это праздник победы с одной стороны как слова из песни справедливо звучат со слезами на глазах поскольку 20 миллионов жизней паху потеряно но тем не менее это был такой праздник сегодня у меня какое-то такое тревожное очень ощущение ощущение тревоги и не праздника не знаю с одной стороны да это безусловно победа над нацизмом хотя тоже как оказалось не совсем окончательно не совсем то есть никогда ни одну идеологию победить военным методом не удастся мне так кажется это там более если при этом развязываешь руки другой идеологии да в общем какое-то смутное ощущение да и кстати это со своей стороны могу добавить что это можно записать очень длинный список преступлений нынешней российской власти что даже этот праздник они ухитрились превратить черт знает во что и вместо того чтобы действительно вспомнить тех кто огромное количество жизни мы даже не знаем на самом деле сколько 20 по самым скромным подсчетам а так то что и нацизм от действительно мерзительные вещи надо было его уничтожать но во что это превратите превратилась у нас в стране его стоит превращают некоторые некоторые подчеркиваю конечно же среди наших зрителей их нет граждане уехавшие на запад это уже не имеет никакого отношения к победе над нацизмом это какой-то реваншизм честное слово и не и реваншизм не антифашистские как раз нацист ну а теперь перейдем к нашим что называется бараном темы на сегодня это новая атака на верховный суд причем в буквальном смысле только не не только так сказать в переносном смысле атаки но и в буквальном смысле про их происходит атаки и чем это грозит вообще этому институту если это останется вот так как она происходит да это конечно же то что происходит это тоже одним словом назвать довольно сложно потому как ситуация при которой судьи должны прятаться в мирное время все-таки в америке мирное время и переезжать что что называется андис close location это ну прямо скажем не показатель здорового состояния запада в тот самый момент когда всему миру здоровое состояние запада очень нужно да благодарю и опять же вынужден не называть имени но сами знаете кого за подготовку в программе и но начнем собственно говоря с того с чего и надо начинать а именно что вдруг ни с того ни с сего всплыла черновое вроде бы черновое заключение верховного суда по делу которая так или иначе связано с с абортами и автор этого заключения судья олита его поддерживают консервативные судьи судя по этому заключению и в общем и целом заключение если вы его прочитали она опубликованы с точки зрения конституционного права ну я полагаю к нему претензий быть не может то есть там 98 страниц из них собственно 60 с лишним это само заключение еще к нему дополнение и в нем достаточно подробно наконец-то суммируется все то что судьи но прежде всего такие как скале и томас естественно говорили уже довольно таки давно и многие адвокаты и точнее прокурорные в данном случае обвинители которые указывали на то что вот это вот решение прежде всего 73 года роу против уэйда что она и противоречит конституции в независимости то что вы думаете об авортах а здесь все это подробно объясняется что нет в конституции и в поправках прежде всего в 14 никаких аборт ну вот нет их там не вписаны и что если мы с вами исходим из американской традиции согласно которой надо обращать внимание на изначально знать первоначальный замысел авторов это что поправка или то или иная статья конституции сначала на момент ее ратификации то естественно представить себе что 60-е годы после гражданской войны сенаторы и конгрессмены были озабочены абортами довольно сложно себе представить и даже не надо стараться у вас не получится мы штука очень богатое воображение хотя не надо его тратить на это и дальнейшая трактовка поправки отнюдь не подразумевал что аборты в нее включены но вот как-то вдруг они там обнаружились и собственно говоря все с тех пор стало считаться что вот этот самый прецедент он гораздо важнее самой конституции хотя то что был прецедент согласно которым и черных практически людей не принято было считать был прецедент согласно которому и сегрегация считалась вполне себе нормальный но вот почему-то эти прецеденты значит можно опровергать а прецедент связаны с абортами оказывается нельзя хотя суд на то и существует чтобы корректировать сам себя если предыдущее решение от конституции отходил а конституция еще раз повторяю все таки здесь была нарушена не обессудьте и тот кто говорит что все поменялось времена и уже иные значит надо переписывать подгонять конституцию по день сегодняшний это меня совершенно не убеждает потому что тогда ее можно подогнать вообще подо что угодно и смысл ее как закона он теряется и что самое главное теряется и смысл судов о чем тоже мы с вами не раз говорили и хэмилтон предупреждавший нас что судебная власть самая безобидная пока и от нее ничего можно и ничего страшного можно не ждать пока она независима но как только она объединяется или берет на себя функции других ветвей власть она становится самое опасное как 2 тоже я не раз говорил но сегодня можно повторить вторую часть этой цитаты редко забыла нередко забывают а зря а и получается что когда судьи начинают толковать конституции как им заблагорассудится они превращаются в общем-то в законодателей чего они делать не должны то есть если вы граждане страны считаете что аборты нужны это как бы ваше дело но это должен зафиксировать значит конгресс очередной поправкой например как это был без голосованием для женщин 14 поправка вот ее не покрывал хотя казалось бы можно было ее подогнать но нет надо было принимать один то же самое и здесь а ну и что самое главное на что тоже указал судья алита в своем заключении это то что вот отмена этого самого рова против вейда она ведь не означает что по всей стране вот раз и аборты запрещают боже упаси она означает что право регулировать аборт она переходит к штатам все и представить себе что вдруг во всех штатах разом запретят аборты я простите но никак не могу даже находясь в другой стране где-то могут ужесточить где-то нет но что самое главное это действительно вопросы связанные с за здравоохранением с вопрос по с проблемами которые здравоохранение может вызвать ими должны заниматься штаты но никак не федеральный центр и точно что не верховный суд и поэтому раз вот это вот решение принимается который вот черновик которого мы получили и все становится понятным что все до свидания рова против вейда то мир не переворачивается все аборт клиники по абортам не закрываются но штаты будут сами регулировать называется федерализм 11 основополагающих момент американская система как статьи разделение властей о котором уже говорилось вот и все ничего страшного но что собственно говоря произошло вы сами видите а именно левая вдруг встали на уши и пошли бунты волнения ну бунт я может перегнул но тем не менее угроза жизни и пока и безопасности судьям мы с вами наблюдаем ее хоть это и называется мирные протесты но мы с двадцатого года помним что такое в основном мирные протесты если повторяю судьи вынуждены скрываться это уже ненормально а поведение сенатора уоррен это вообще и ее манера изъясняться но уже разошлись на мемы потому что это это отвратительно так себя не может вести представитель великого народа избранные в законодательное собрание и в общем и целом происходит то чего произойти приходить не должно именно а вот ну атака другим словом и не скажешь и на верховный суд опять пошли разговоры надо его расширять срочно и так далее и так далее и так далее как обычно самые крепкие нервы продемонстрировал джентльмена чью фотографию выйти за моей спиной кларенс томас который посоветовал гражданам особо буйным научиться не ждать что верховный суд будет отвечать их требованиям а жить с решениями верховного суда тем более если мы с вами вспомним сколько раз верховный суд принимал решение мягко говоря не слишком нравившиеся консерватором по гей-бракам по обама кер по запрету ряда инициатив связанных с иммиграцией то вот не обессудься но не припомню я чтобы консерваторы бегали за сатамайор каган браером или или тем же кеннеди например и гинсберг ну вот не помню чтобы таких демонстраций происходить а али пожалуйста да и можно и как ты в белом доме стоически молчали потом да естественно байден там заговорили о том что надо защищать права на аборты шумер уже вылез естественно с призывами что нужно принимать законы и так далее и так далее хотя не похоже что у него это получится меньше на по-прежнему и синим особенно не рвутся в этом помогать все шумеру но в целом про заход происходит конечно же действие весьма весьма мерзкая по той простой причине что политизация суда в принципе вещи ненормальные не должно быть суд принимает решение если вы мне довольны то вы принимаете его до старайтесь найти способы чтобы какой-то другой иск другое дело дошло до суда и возможно чтобы связанное с этим куда суд суд принял другое решение так это работает а в данном случае так и вообще проблемы то нет решайте внутри штатов свои проблемы и не волнуйтесь а судьи сделали то что и должны были сделать соблюли до конституцию и напомнили всем что такое разделение властей и как я уже сказал и федерализм но для левых это очень опасная действительно вещь нет и не потому что там будут нарушены права права женщин потом уже до права черных естественно и так далее так далее так далее а потому что левые они панически боятся того что будет конституция ставится выше прецедента для левых хотя бы я уже вам сказал что тоже эти прецеденты они у него бы их выборочно любят но тем не менее если конституцию верховный суд начнет действительно соотноситься целый ряд решений 60-х годов 70-х которых мы с вами уже говорили связанных с клеветой связанных с расширением прав преступников и так далее если верховный суд откроет эту дорогу он должен ее открыть то тогда может рухнуть целый ряд таких установок с помощью которых левые американскую систему расшатывали продолжают расшатывать и они этого боятся отсюда такая нервная реакция что касается возможных политических последствий естественно сейчас демократы пытаются и верные им средства массовой информации которых у большинства они стараются обозначить случившееся как то что вот теперь мы пойдем как защитники абортов на баррикады будем говорить по мере приближения осени что вот проклятые республиканцы последнего вас лишат и так далее и так далее и так далее в реальности некоторые республиканцы тоже конечно которых калинки послабее скорее всего и уже нечто подобное озвучивают но в реальности ничего страшного случится не должно и позиция республиканцев должна быть совершенно четкой кто-то может исходить из моральных установок но как я уже и говорил самый принципиальный здесь момент это не позволить левом перевести дискуссию в сферу эмоций где они точно победят речь идет вот и конституции уж не буду повторить то что я говорил и республиканцы должны вот изо всех сил держаться за это за за то что на решение связано с конституции конституции все и с правами штатов конечно и более того есть такая возможность что как вы наверное обратили внимание стал наметился рост поддержки республиканцев среди латиноамериканского населения и спрепрежде всего правда по связи с экономикой но учитывая достаточно серьезный такой процент социального консерватизма среди и чернокожих кстати которые от аборт страдает на самом деле очень серьезно и среди латиноамериканцев напротив это решение она как раз может если правильно республиканцы его обыграют напротив позиции укрепить на выборах и закрепиться среди вот тех самых избирательных слоев населения которые демократы уже считают монополизированы главное повторяю этим умело воспользоваться и поэтому вопрос в том как себя дальше поведет верховный суд конечно потому что если верховный суд рук покажет себя запуганным и это решение будет переписана по каким-то своим причинам это очень плохо потому что это означает что верховный суд утратил свою независимость вообще если что надо я считаю сделать как можно скорее это решение из статуса чернового перейдет статус официального то тогда да мы уже будем с вами смотреть на то как себя кто поведет как себя будут вести штатные демократы республиканцы и так далее и так далее но вот это вот положение зависшие его конечно же она недавно не может продолжаться это тоже как минимум неправильно надо что-то с этим делать а последнее на что я бы обратил внимание это то что естественно нужно что-то делать с развившейся этой культурой ну наверное так это назову может традиции утечек потому что подобные вещи утекать просто-напросто не должны и как правило эти самые утечки они происходят из администрации республиканских консервативных или как данном случае из суда если решение принимается консервативными судьями и напомню вам восходит еще и книг сыну и здесь конечно же нужно провести расследование разобраться кто это и скорее всего этот человек от ответственности уйдет потому что будет довольно сложно ему предъявить какие-то реальные обвинения то есть юристы там предлагают какие-то очень сложные конструкции но я не буду вас ими утомлять но в принципе действительно это человек этому человеку будет ли сложно очень сложно его привлечь и если его найдут или ее и уволят там этого гражданина или гражданку точно видим на cnn или msnbc в качестве легального эксперта есть даже одна версия что я сразу говорю это версия и будем надеяться что не подтвердится но есть такая версия что это даже та самая судья браун джексон могла отметить но давайте будем считать что это только домыслы но я все-таки с вами поделюсь и и кстати говоря то что может кому-то из вас они понравятся но и давайте уж признаемся честно а та часть консерваторов и популистов правых которые аплодировали асанджо и сноуден но тоже виноваты в этой ситуации потому что надо в общем осознавать достаточно четко либо мы против утечка либо мы за если мы против туда нам придется смириться с тем что какие-то данные из неудобных нам администрации скорее всего будут сокрыты что конечно печально но если мы зато значит не надо возмущаться что из администрации трампа были утечки что с верховным судом такая трали такая вот ситуация получилась тут выбора нет только либо за либо против поэтому нужно как-то в этом плане определиться что все-таки важнее поощрять утечки или понимать что они могут привести к очень очень серьезным неприятностям ну а верховный суд защищать конечно же надо и постоянно про это говорю и изо всех сил противостоять и попыткам его расширить и вот такому откровенному наглому запугиванию что мы видим сейчас а вот делать это уже вам предстоит в том числе и на тех самых выборах ноябрьских которых мы уже говорим и чем больше будет республиканцев хотя во второй части поговорим о тех проблемах которые могут быть у республиканцев тоже но тем больше шансов что такого безобразия все-таки не будет я не как всегда не имею права воспризывать за кого-то голосовать но верховный суд в основном защищают они и судей которые так или иначе конституции следует тоже назначают пока республиканцы поэтому выбор за вами но чтобы суд остался судом они превратился в то о чем предупреждал хэмилтон это тоже решать вам а а я здесь умолкну если сергей что-то добавится удовольствием передам слово но что касается ответственности человека который допустил утечку информации действительно привлечь к уголовной ответственности довольно сложно но единственное если министерство юстиции займется своим непосредственным делом они охотой на ведьм как это происходит сейчас то в случае если человек который допустил утечку скажет агенту фбр что он этого не делал вот тогда это прямая дорога в тюрьму то есть ложь федеральному агенту это это уголовное преступление а что касается ну и кстати еще мы еще свой взор обращаем на министерство юстиции если они не примут никаких мер чтобы защитить верховный суд но этот человек который стоит во главе министерства должен подать в отставку ему должны объявить импичмент сразу после выборов потому что сейчас понятно что этого не произойдет потому что скажем в штате бирджиния по закону запрещено устраивает демонстрации в отношении правительственных чиновников и судей просто запрещено существует код который это запрещает правда это не с деминар считается они файл они но тем не менее какие-то меры чтобы оградить их должны принять соответствии с этим кодом пока министерство юстиции сидит на попе ровно их это не очень волнует но вот сейчас вроде пациент белого дома выступил сказал что нет не должно этого происходить не должно быть атаки в заставили вынудили это сказать может быть после этого мэри гарланд как-то шевернет шевельнется чуть-чуть и под козырек возьмет не знаю суд мы все предполагаем что суд должен быть независимым но как же он может быть независимым когда на него оказывается такое давление мы помним выступление шмака шумера на ступенях верховного суда который непосредственно обращаясь горсичу и камена судье угрожал буквально угрожал им если они примут решение которому этому шмаку не нравится в общем ситуация скверная но впрочем чего ожидать от радикалов большевики они швить такие цели оправдывает средства ничего удивительного в этом не надо мерзко это это мерзко но это не удивляет потому что это вот наши они могут допустить все что угодно они могут поступать как им вздумается благо что их прикрывают правоохранительные органы и министерство юстиции окей так или иначе и вы абсолютно правы нам решать что будет происходить дальше во многом это будет зависеть от того как мы поведем себя в ноябре как мы проголосуем а сейчас мы сделаем небольшой перерыв послушаем рекламное объявление если у вас появятся вопросы или есть вопросы пожалуйста телефон студии 847 400 5200 но уже после рекламы возвращаемся в программу час ивана денисова телефон студии по-прежнему 847 400 5200 если будут вопросы звонить а пока к выборам сша ну в частности праймерис уже кое-где прошли кое-где предстоят вот об этом да я сразу предупреждаю что я исхожу из того что чем больше республиканцев будет в предыдущей ситуации в обеих палатах конгресс тем лучше в принципе но то что все-таки надо стараться чтобы это были республиканцы достаточно разумные консервативная но это тоже в общем то понятно а вот здесь вопросы остаются консерватором сейчас довольно таки сложно потому что к существовавшему всегда крылу умеренному истеблишменту которая ориентирована на взаимодействие с демократами на этот двухпартийный консенсус который чаще вреден чем полезен добавилось еще но я не скажу чтоб крыло но тем не менее они есть мы их сами наблюдаем прежде всего в палате представителей но вот такая шумная популистская публика которая на волне любви к трампу попала но в реальности хотя зачастую они голосуют вполне себе нормально но такое являются не скажу что пятой колонны но таким альбатросом наши будь то это стремительно и деградирующие тейлор грин и геттс который ведет себя очень странно но и там еще несколько человек либо и залиционисты либо чрезмерно либертарианских взглядов граждане в общем это тоже является собой опасность прежде всего на перспективу потому что в условиях когда но мы видим опасность путинского режима игнорировать все довольно сложно другое дело что естественно подчинять внутренний интерес происходящему извне но это тоже небезопасно и вот лавировать между всем этим консерватором становится трудно и не скажу чтобы трамп и в этом помогал к сожалению потому что его endorsements то есть когда он объявляет о поддержке того или иного кандидата но они вызывают в ряд случаев вопросы хотя сейчас травм должен как раз быть тем человеком который проводит консервативных кандидатов и когда эти кандидаты приходят в обе палаты они должны себя вести как консерватор естественно но вот пока вопросы остаются мягко говоря первый пример был в агарио где республиканские кандидаты в целом были если честно так себе но вроде бы круз и какое-то еще количество консерваторов поддерживали джоша менделла лично моей фавориткой было джейн тимкин глава республиканской партии штат которая мне казалось женщиной достойный хотя во время предуборной кампании она стала злоупотреблять то что называется джендер карты вот подчеркивать что она женщина и так далее было зря но и в в хорошем смысле союзницей трампа и достаточно уверенно работала на своем посту но вот трамп выбрал джей диванса че кто вызывает очень много вопросов потому что этот человек как-то не представляет собой не пойму не пойму что я себя представляет я с большим уважением отношусь к тому что он был военным участвовал боевых действиях дает всегда вызывает уважение и то что он вроде как родом из моих что называется то есть ирландских шотландцев возможно даже сольстерскими корнями но понять кто это такой кто был против трампа он был за трампа то вроде бы он писал какие-то national review вполне разумные вещи вполне консервативные тематики колонки у него были потом он стал себя позиционировать консерва таким республиканцем большого правительства и и перекликающегося как его назвали популист эпохи нового курса рузвельтовского и в этом плане от консерваторов он дистанцировался уже не поймешь что и как теперь он говорит о себе как популисти консерваторы и имеет поддержку карлсона заступается за ту же тейлор грин и высказывает не слишком разумные вещи по поводу украины украинского конфликта и хотя он осуждает это как бы не будем ему тоже лишнее вешать обвинение но вот это четкой позиции у него нет и такое впечатление что у человек с его боевым прошлым у него твердости вообще нет в политике это меня лично очень-очень настораживает поэтому конечно же сара в любом случае пусть лучше побеждает он они тим райан потому что тим райан это 0 с консервативной точки зрения и в прямом смысле у него и он помог говорил heritage проводят такие по всем членам палат конгресса обеих палат рейтинг консервативную райана как у представителя палаты этой самой представители опять же да простите метавтологии у него 0 консервативная и естественно и вовсе на отпускать нельзя поэтому до вэнс в этом плане предпочтительно но кем окажется вэнс там будет ли он действительно консерватором или он опять поменяет свои взгляды и будет кем-то наподобие той публики из палаты представителей которые мешают четкой анти путинской программе ну вот это мне лично настораживает хорошо если он докажет мою неправоту но и напоминаю вам ольстерцет хорошо но там не только никсона или кливланд а там еще и джимми картер был тоже с ольстерскими корнями так что всякое бывает это же ведь картер казался кому-то почти консерватором популистским изначально вы помните что получилось в результате мы проду картера не было таких насколько я помню боевых заслуг как у вэнса ну вот это мне не очень нравится теперь смотрим на пенсильванию где вэнс уже праймерис выиграл свои в пенсильвании тоже выбор несколько странный потому что моя фаворитка это карла сэнс тоже вполне себе женщина вроде бы консервативная и сторонница президента заката трампа конечно к тому же достаточно успешно работавшие послом в дании но основной кандидатом считался дэвид маккормик бизнесмен и человек который занимал ряд постов еще в администрации и правда не самых высоких буша мне как-то он ну казался уж слишком таким близким бюрократии и бизнесу хотя понимаю что бизнес это тоже хорошо но вот тут вмешался трамп и стал продвигать доктора оза и вот это кандидатура у меня лично тоже кажется очень сомнительным потому что большинство консервативных организаций как я посмотрю доктора оза не очень любит то что он на на телевидении вроде как занимается альтернативной медициной мне это самому кажется очень странным наконец да конечно же религию вы должны уходить на второй план но не обессудьте у меня очень большое сомнение насчет того что сенату нужен первый мусульманин да еще если этого первому своими 1 мусульманин сенатор придет при поддержке трампа который вроде себя позиционировал противником чрезмерной исламизации американского общества оза к тому же связи с турецким правительством турецкое правительство она вставляет нынешние очень много вопросов как правда и оппозиция турецкая и наконец если помпео поддерживает маккормика а трамп оза то в общем ситуация какая-то не очень хорошая когда недавние союзники разделяются из-за кандидатов то если мы сегодня успеем я к этой теме еще вернусь это может привести к каким-то внутренним проблемам внутреннему расколу и закончится весьма и весьма плачевно поэтому опять как и в случае с венсом если оза все-таки праймерис пройдет то тоже надо будет его поддерживать конечно же но мне этот выбор трамп остается очень очень непонятен все-таки карл эссенция называл да и тот же маккормик наверное были бы предпочтительнее чем вот такая популистская фигура которую называют ромни 20 кстати говоря в консервативных кругах это я проводу и если сейчас когда там достаточно сказать что они любят трампа и недовольны результатами выборов и сразу получить его поддержку но этого маловато на самом деле для того чтобы действительно числится консервативным кандидатом поэтому здесь как-то сомнений много если же мы с вами посмотрим на джорджию где потенциальный кандидат в губернаторы дэвид пердью по всем пунктам проигрывает действующему губернатору кемпу на даль на дань на данный момент и получается что в джорджи роль трампа уже практически сведена к минимуму то тоже как-то мне представляет что не надо было ему вылезать вообще в эти разборки даже при том что кем по время случаев себя показывал не случая стороны но пока вот тут поддержка пердью ничего хорошего не дают не республиканцев джорджи не имиджу трампа так что смотрим естественно на дальнейшее развитие праймерис кто побеждает кто и как но в реальности так скажем насколько трампа будет иметь смысл баллотироваться в двадцать четвертом я считаю ними будет конечно же решаться и в тех моментах каких он кандидатов он поддерживает сейчас как они себя покажут на выборах осенью и как они себя покажут естественно там первые сколько ну полгода работы в сенате и в палате представителей в двадцать третьем году но в принципе лучше конечно же уже республиканцам ориентироваться на нового кандидата в двадцать четвертом году уж не обессудьте но у меня мнение такое пока трампа превращается в кандидата дня вчерашнего может он такое мнение не нравится но примешивается и его не слишком внятная политика оппозиция по украине пелоси почему-то там пенс был в польше джилл байден тоже украине а трамп нет и не в польше не украине его не наблюдается это не очень хорошо на перспективу еще раз повторяю на эту осень может ему это и не зачтется но на перспективу такая оппозиция может сыграть против него но пока я понимаю важнее то что происходит внутри страны мы внутри страны в нс иоз вызывают много вопросов пусть даже они лучших демократов ничего не могу сказать здесь умолкну если сергей что-то добавить с удовольствием передам у нас есть звонок во первых и добрый день здравствуйте уважаемый иван как вы считаете вот это министерство правды создать ну и допустим республиканцы завоюет полностью конгресс обе палаты смогут ли они через конгресс как бы его отменить потому что через законодательные думаю демократам не удастся это провести потому что у них 51 голос нужно все-таки 60 для бюджетных законов а вот если создадут там на уровне министерства создало какое-то бюро и беру это бюро будет иметь какие-то не ограниченные права и так далее могут ли его отменить или все что создано это уже на века и или только можно его решить как кто-то предложил не давать ему через нижнюю палату денег и еще один вопрос байден сегодня должен был утвердить на английский этот вопрос если захотите можете не отвечать как можно было дольше то есть затягивает осуществление помощи как только он может почему все-таки многие украинцы особенно те которые находятся в америке но в украине не как бы не могут голосовать они все равно его любят и боюсь будут голосовать опять за него на выборах но не этих 1 4 года и даже этим на этих может быть как-то отразиться могут голосовать за левых спасибо большое спасибо вам ну по первому вопросу мы с вами говорили на прошлой неделе я в общем повторюсь и вы тоже это озвучили что варианты отмена он простой это отказ его финансировал это сделать конгрессу вполне по силам была бы смелость вот собственно и все варианты по второму вопросу сложнее это то о чем я немного говорила увы но и трамп очень многие республиканцы по вопросу украинского конфликта не представляют осмысленной позиции то есть часто до критикуют байдена говорят что это плохо но вот четко сказать что да есть опасность нападения есть опасность мировой системе от исходящий из кремля говорит мало кто рэнд пол на слушаниях как вы помните вообще выглядел довольно таки отвратительно когда говорил что раз это часть советского союза то и слава богу но он не напрямую так говорил но смысл получался именно такой и в это в этой связи байдена который конечно же его действия по вопросам украины вызывает огромное количество вопросов мягко говоря но он говорит правильные вещи об опасности путина о том что от него надо избавляться и так далее и так далее и люди любят ушами избиратели вдвойне и с точки зрения риторики с точки зрения слов у демократов преимущество это надо признать и республиканцы надо срочно что-то делать естественно этот баланс не должен нарушаться потому что республиканцев тоже можно понять им нужны экономика и пограничный кризис уровень преступности эти три момента внутри который внутренней политики это главное за счет чего они побеждают демократ но абстрагироваться от происходящего в украине не получится никак и четко выстроить свою позицию это не означает призвать что там завтра все вторгаемся в россию или посылаем войска на помощь украине нет это довольно рискованно все и тут тоже много вопросов но четкой позиции республиканцев до сих пор нет увы по крайней мере как это видится страны и в этом проблема рик гринел раскритиковал помпео за критику доктора вас все что я хотел добавить да ну видите вот я чем я и говорил это не очень хорошо то что начинаются такие вот внутренние конфликты на это делать диск и действительно нехорошо когда внутри партии почему такие тяжеловесы более вроде люди все достойны гринел помпео да и трамп тот же самое когда они не могут договориться это все аукнется может аукнется очень нехорошо хорошо а у нас осталось восемь минут времени давайте-ка про выборы в северной ирландии да очень быстро раз времени мало но и поэтому не буду вас утомлять может быть и к лучшему особенностями северо-ирландской политики может вспомнить что это рассказывал в прошлом году в северной ирландии прошло выборы в местное законодательное собрание и на первый взгляд результаты так себе потому что вдруг победила партия левая националистка то есть ориентированная на объединение все ирландии и антисемитская что тоже можно сказать уже открытым текстом то есть шинфейн проблема и я часто говорю надо смотреть на северную ирландию потому что там можно увидеть много чего что может потом прилететь и в америку в том что партии противостоящие националистам это юнионисты преимущественно консервативные правы они вот по итогам брексита постоянно конфликтуют и более того их три и они между собой поделить голоса никак не могут и поэтому и получилось что пока они припирались и пытались понять как себя вести в пост брекситовской ситуации шинфейн и там еще есть левая лейбористская партия своя которая такой союзник можно сказать шинфейн они спокойно выжидали и вот дождались что граждане северной ирландии которые хотят сохранения в составе королевства но который уже возненавидели своих политиков которые сами не знаю чего хотят и ругаются между собой ну либо голоса разбивали свои голоса либо просто игнорировали выбор и в результате при населении в 1800 человек хотя точно вам не могу сказать только пока кто там публику можете посмотреть кто там участвовал выборах но за шинфейн проголосовала порядка 250 тысяч это но ни с какой стороны не большинство даже если мы берем население которое обладает правом голос но вот в результате получилось что они получают максимальное количество голосов при этом суммарно если суммировать места которые заняли партию не а низкие преимущественно правы там есть одна левая и не низкая партия но она никуда не прошла и всерьез не воспринимать а преимущественно юнионисты от права и шинфейн с лейбористами то все-таки получится что у юнионистов у них по общему количеству голосов большинство и как теперь будет происходить работа парламента очень очень большой вопрос может случиться такое что парламент вообще не будет работать потому что и юнионисты могут отказаться от сотрудничества с шинфейн а и без сотрудничества если одна из сторон отказывается то правительство не создается там обязательно должны быть правительство должны возглавлять представители вот обеих противооборствующих сил юнионисты и националист если вот такого не получится то и северной ирландии останется без правительств там к этому относятся совершенно спокойно они без правительства уже не разжили и нормально с парламентом посмотрим что и как в лондоне конечно же должны с похватиться и в лондоне должны решить что-то с пресловутым североирландским протоколом который я напомню экономически оставляет северную ирландию в плену евросоюза то есть официально она часть соединенного королевства экономически остается в составе евросоюза то потому что ирландия входит в него а согласно мирному соглашению якобы хоть там проект ни слова нет но это уже тоже об этом говорил сейчас времени нет должна сохраняться вот граница даже наоборот так называемая жидко зыбкая граница то есть главное чтобы не возникало твердой границы между северной ирландии ирландии а границу получается между северной ирландии королевства можно делать ситуация сложная в нее вмешивается байден и все портят кстати говоря еще он и там отметился потому что байден заинтересован в том чтобы в силу там своего происхождения чтобы ирландия объединилась и у него свои друзья в шинфейн имеются иметь в виду это не конспирология реальный факт но самое главное самый большой урок и который нас возвращает к предыдущему сюжету это то что перед выборами какие бы проблемы не были ругаться и разбивать свои голоса нельзя ни в коем случае противники левые они гораздо более слаженные они просто будут ждать своего часа и чтобы вот чтобы как будут выкручиваться север ирланды мы посмотрим я конечно буду держать вас в курсе событий и рассказывать если там будет происходить что-то уж такое радикальное экстраординарное вы знаете это никогда такой возможности не упущу но пока урок американским республиканцам которым следует вообще на северной ирландию внимание обращать перед важными выборами ссориться нельзя ни в коем случае иван буквально минуты времени на ютюбе вопрос задают посоветуйте может какой-нибудь фильм для просмотра а я вам посоветую фильм он может не слишком веселый но сейчас очень важный посмотрите коты анджей вайды спасибо иван она это будем заканчивать и до встречи вслед в следующий раз до всего хорошего до встречи